А где компот? Компот? Я нашел муравейник с какими-то мелкими мурашками. Муравейник находится под таким вот камнем. Под ним мелкие муравьи. Вот такие. Я решил сегодня подкормить муравьев. Я знаю, что помимо сладкого, муравьи еще и хищники охотно едят гусеницы, всяких других насекомых. Я сегодня захватил макароны с котлетой, макарошки с котлеткой, и вот попытаюсь их подкормить. Посмотрю, как они будут есть. Мне интересно, будут ли они вообще есть макароны с кетчупом. Кетчуп сладкий и котлет. А что им больше по вкусу придется? Все-таки сладкий кетчуп с макаронами или котлета. Вот огромная такая котлета. И посмотрю, как муравьи будут такой есть вообще или нет. Или им придется это не очень по вкусу. Вот наблюдаем. Пока что еще никто не заинтересовался. Он должен быть самый первый, самый смелый, самый шустрый муравей, который прибежит, найдет, и потом покажет другим. Ну, я, конечно, ожидал гораздо большего ажиотажа, но эти какие-то неправильные муравьи. Или очень не голодные муравьи. И вообще, может быть, они у чужих дяди еду не берут. Строго, но настрого мама запретила, королева. Они едят только то, что сами поймают, найдут. Когда какой-то странный пришел, огромный гигант и притащил что-то непонятное, они такого не хотят. Ну, и долго мне ждать теперь. Вот они, у них вход в домик похожий, их там много, они бегают, суетятся, а моя котлета и макароны остаются невостребованными. Может быть, эти муравьи чистые вегетарианцы едят только растения. Наверное, когда еще такая куча пищи, это не очень аппетитно. Это как, например, мне бы дали котлету поесть размером с дом. Я не знаю, мне, наверное, было бы не очень аппетитно. Аккуратненькая маленькая котлетка на тарелке. Это одно. И подсуну-ка в макарошку, одно прямо в ходу в муравейник. Вот теперь мне интересно, они как-то отреагируют на это. Вот у них больше прохода осталось, есть возможность двигаться. Они просто, наверное, не могут поверить счастью, которое им привалило. Такое количество пищи. И все, они вообще все поубегали. Моя еда их отпускает. Вот один он бегает возле макароны. Он, наверное, ее пробует. Приятного аппетита. Вот первый гость у меня. Поклонник моего поварского искусства. Тоже облизал лапки. Давай, иди уже зови остальных. Попируйте на славу. И на радость всем нам. Вот там он вертится, вертится, а друзей не зовет. Решил сам все съесть. Понятно, жадеба. Во второй котлете примастился. Надеюсь, что они достаточно умные и смогут передать сигналами. Смного вкусного. Я разделю котлету на мелкие части. Может быть, она так лучше запахнет. И мне интересно, я вот сейчас вынимаю из входа муравейник. Там сидел муравей. Двое подошли, попробовали кетчуп. Им, наверное, не очень понравилось. Сказали, что, наверное, не стоит такое рекламировать у своих друзей. Так все теперь лежит. На самом деле, вход был еще замаскирован двумя или тремя листиками. Вот такие они, хитрые, хитрецы муравьи. Но я решил сделать вход в муравейник макароны. Интересно, они будут через макарону домой ходить или нет? Потому что у них нет другого выхода. Как только они могут вылезти, только через макарону влезть и вылезти. И вот тогда-то они заценят мое мастерство. И вот мы сейчас наблюдаем, что же будет происходить. Будут они пользоваться моей макароной как входом или нет? Такой вот у них архитектурный проект от меня. Если я недостаточно крепко вставил макарону, они, конечно же, не смогут. И вот один мурашка уже, кстати, залез на котлету. Вот так-то постепенно, постепенно, не все так быстро, но они постепенно поняли, что это какой-то съедобный гигантский подарок от чужого дяди. И что, скорее всего, с хорошими намерениями. Но через макарону пока никто не лезет. Так постоянно кто-то шмыгал туда-сюда, а вот через макарону не хотят. Или пока еще не додумались, что это для них-то опять же, пока входишь домой, может немножко подкрепиться. Очень практично. Сразу на входе и на выходе выходишь, сразу еда, чтобы много побегать, активно что-то поделать. Заходишь, опять же еда. Красота, да и только. Попробую поправить макарону, может быть, там слишком большой пробел. Ставлю посильнее. И может быть, все-таки... Вот муравей один крутится уже возле макароны, но не решаются они пролеть через мою. Придется, наверное, убрать. Что там наш, который подкреплялся, уже подкрепился, убежал. Мне там все еще на котлете. Ну, понравилось. Теперь его не согнать. Никого не побежал звать, решил сначала сам как следует подкрепиться. Насколько я знаю, они социальные, и у них есть система сигналов, которые они оповещают, что там много еды, или там какая-то опасность. Там большая насекомая, надо ее притащить в муравейник, и все вместе тащат, чтобы потом поесть, чтобы покормить личинок, покормить королеву. А где компот? Компот, компот. Кстати, хорошая идея. Компот это было бы очень хорошо. Вот уверен, я уверен. Будьте меня компот, они бы отказались от первого и от второго, и сразу бы накинулись на компот. Это уж точно. Но мне интересно было, именно вот будут ли они есть макароны с котлетой. Компот я и так знаю, что есть они будут. И вот они вертятся в окра... Я им на вход поставил макарону и ожидал, что она будет очень хорошо им подойдет в качестве входа и выхода. Но странным образом муравьи не хотят пользоваться макароной, как ходом они не доверяют, видно, такому ненадежному ходу. Они крутятся вокруг да около и не лезут. И вот не из они оттуда, те, которые внутри не решаются, и те, которые снаружи, они, наверное, будут подкоп делать. Они скорее сделают подкоп, чем будут через макарону лезть. Посмотрим аккуратненько, что же там в макароне происходит. Мы берем эту макарону как вход. Мне было бы вот интересно, чтобы хотя бы один пролез. Это было бы уже для меня очень-очень приятным, что вот они догадались, что мое необычное архитектурное решение для входовых муравейник муравьям подошло, но они не доверяют. Не склонны к новому, склонны держаться старых проверенных вещей, консерваторы. И, соответственно, все новое должно сначала пройти строгую, жесткую проверку, прежде чем они возьмут это к себе на вооружение.